А теперь, властью данной мне, Хобби Геймс, я предоставляю слово нашему дорогому директору Михаилу Владимировичу! Амплодисменты, громче-громче! Спасибо большое, меня зовут Михаил Акулов, я иран-директор Хобби Волков. Мы рады вас приветствовать на нашем втором кемпе. Я не буду вас долго отвлекать от игры, потому что больше раз для игры приехали, одни слушают вас. Нам очень важны ваши отзывы, мы пытаемся найти площадку, подобрать лучший формат для нашего мероприятия. Учитывали ваши предыдущие мнения, вот, пожалуйста, у допроса после мероприятия, пожалуйста, обязательно учитывайте, потому что мы хотим все-таки подобрать ту площадку, которая будет самая лучшая по отношению к цены и качеству, по форматам проведения, и будет для всех комфортно. Поэтому нам очень важно то, что вы будете там говорить. Обратите, пожалуйста, сегодня внимание на наши новинки. Это не он, который уже в конце сентября будет в продаже, скоро должен выйти городской убийца, и в этом году также выходит Иван Грозный. Поэтому, пожалуйста, так вам большое, хорошее время, большое спасибо, что вы приехали. Спасибо. Привет, это BoardGamesVideo и Семен Пахтеев, и мы на осеннем игрокэмпе 2023. Много народу играет в настолки. Сегодня мы заглянули сюда, чтобы поспрашивать у людей, во что они играют, сами посмотреть на это глазками, а еще немножко погулять здесь по самому игрокэмпу и понаслаждаться настольной атмосферой. Вокруг очень тихо. Мы покажем вам несколько видов этого прекрасного, по-моему, это дом отдыха. Не души вокруг. Здесь куча настолочек, куча игроков, куча новых впечатлений. Очень классно для отдыха. А мы идем гулять и смотреть в ролевую зону. А здесь у нас зона ролевых игр. Естественно, больше всего столиков будет по ДНД, и вот там я вижу столик пасфайндера. Здесь сейчас собрались уже первые партии приключенцев. За этот день мы снимаем во второй день игрокэмпа. Я напоминаю, он проходит в пятницу, субботу и воскресенье. Сейчас у нас суббота. И здесь уже приключенцы. По-моему, это как раз стартовые приключения с первого по четвертый уровень для тех, кто хочет погрузиться в ролевые игры. Мы не будем влезать к ребятам в партию и брать у них интервью. Но на самом деле это всегда очень интересное зрелище. Очень разные компании приходят в ролевку, и мастер адаптируется буквально на ходу. Как это происходит? У него есть базовое какое-то приключение. Обычно это готовая книжка стартового приключения. Чуть-чуть немножко его личного шеф-повара, каких-то деталей, которые он добавляет. А дальше он импровизирует на ходу под компанию. Я очень люблю наших мастеров ролевок, как многоопытных людей, которые устраивают приключения по запросу буквально для каждого свое. С кем я не играл, у каждого мастера, даже если один и тот же сценарий или компанию мы играем, это очень по-разному происходит. Поэтому, друзья, играйте в ролевые игры, это супер круто. Всех приглашаю в ролевые зоны, как на игротехах, так и на игрокам. А мы выловили Михаила Акулова для того, чтобы задать парочку вопросов по поводу осеннего игрокампа. Всем привет! Ну, рассказывай, доволен ли ты этим игрокампом? Слушай, я вот такой вот, прям не в бровь, а в глаз. Я всегда редко бываю доволен, потому что всегда есть путь к совершенству. Мы на прошлом игрокампе, он, в принципе, всем понравился, но были, например, вопросы у людей по цене, что дороговато, люди хотели бы более демократично. Поэтому мы искали более демократичную площадку, сейчас она получилась. И нам очень важны ваши отзывы. Я уже говорил о том, что насколько подходит эта площадка, потому что соотношение цена-качество, нам нужно прийти к какому-то пониманию, чтобы сосредоточиться именно на площадках определенной категории. И чтобы вам было комфортно и по цене, и по уровню комфорта, по уровню проживания, по уровню сервисов, которые предоставляет площадка. Потому что помимо прекрасных игр, которых мы можем обеспечить, есть еще антураж. И мы хотим, чтобы вам было комфортно, хорошо и уютно вместе с нами играть в игры. Как часто будем делать игрокампа? Сейчас тебя вычеркнули из отдела маркетинга. Все. Окончательно. Слушай, мы бы хотели делать, ну там, раз в квартал. Мы все-таки ждем еще, когда освободится хоть какая-то московская площадка, наши любимые сокольники, чтобы сделать игроком, наши любимые, если получится, то мы будем стараться сделать его там уже зимой или в начале весны. Если не получится, то следующий игрокам мы будем делать зимой. Потому что нам очень важно общение с вами и, ну, как бы, важно, чтобы мы вместе с вами играли в настольные игры и получали обратную связь. А здесь у нас, как всегда, традиционная читальня мира фантастики. Можно взять свежий номер журнальчика, ну или из архива, и спокойно расслабленно на стуле или на пуфике почитать. Здесь есть и какие-то издания наших книжек, которые были на Крауд Репаблик, поэтому я крайне рекомендую, если вдруг вы наигрались в настолочки, сделать перерыв в полчасика, заглянуть на балкончик или в другое место, где на игрокемпе будет читальня мира фантастики, и спокойно выдохнуть, посидеть, порелаксировать. Я нашел архивную редкость, я нашел наш спецвыпуск по настолочкам, даже с фановой игрой бродилкой, постером. На мой взгляд, один из лучших спецномеров мира фантастики. У меня, конечно, предвзятое мнение, но это очень круто, что есть целый выпуск о настолках, вообще целый журнал. Мало кто сейчас такое делает. Здесь куча интересных статей. Я вам рекомендую, если вы найдете где-то вот эту штуку в продаже или на руках, просто почитайте. Здесь очень классная статья, авторы очень старались, прям надо повторить все, что я могу сказать. Надо еще один делать уже, свежий номер. А мы прибежали в игровой зал. Мне как раз пришла в голову мысль, что это не настолки здесь заперты с людьми, а люди с настолками. Смотрите, приходите вы на какое-нибудь мероприятие, большую долгую игротеку или игрокемп, что там можно сделать? Наконец-то разложить коробочку десента. Или вот там я вижу, ребята играют в Сумерки Империи. Те самые здоровенные игры, на которые не собраться, на которые нужно 5 часов на партию, которая крутая, фееричная, масштабная, эпическая, но на которую вы никак не можете собраться, потому что они требуют много времени. Приходите на мероприятие, и здесь как раз самое время, потому что никуда вы от настолок не денетесь. Наконец-то вы можете насладиться им в полной мере. Пойдемте еще посмотрим, во что играют люди. Вот здесь, за столиком, я вижу битоку. Потрясающе красивая игра. Не только антуражем, но и самим геймплеем. Он достаточно органично ложится на историю духов, как раз битоку, хранителей. А здесь я вижу прогулки с собаками. Прогулки с собаками я рекомендую всем как милую, достаточно казуальную и простую игру, которая может вовлечь любых любителей собак, собачек любят все, в настольный мир. Я очень люблю какие-то игры гейтвей, за счет которых люди могут погрузиться в настольный мир. Пойдемте дальше, посмотрим, кто во что гоняет. Похоже на предвидение. Кто-то спасает человечество в лице амфибий. Так, у поиски планеты Икс тоже прекрасная игра. На самом деле, ребятам в астрономический кружок заносил. Гениальная история про то, как вы вычисляете, где находятся какие-то объекты, пользуясь подсказками относительно других объектов. Очень прикольная сама концепция игры. Черная роза, моя любимая, прекрасная. На пятерых человек это будет достаточно плотное месиво. Если на 2-3 человека она прям суперстратегичная, на 4-5-6 там начинается месиво, когда вы все за победные очки меситесь в центре, там нет того, что кто-то может отсидеться в углу. Там начинается очень плотное взаимодействие между игроками. На мой взгляд, чем прекрасна роза, тем, что вы ее раскладываете очень по-разному, как раз для двух типов компаний. То есть, когда вас много, вы хотите какого-то экшена и не очень хотите прям долго думать над ходами, вот, 4-5-6 человек, крошево. Когда вас меньше, вы прям опытные игроки, это очень стратегичная игра, в которой не так много случайностей, где можно играть от чужих карт, от своих карт. А мы идем гулять дальше. Хочется делать больше игрокемпов, поменьше, вот там по 100 человек, или большие, там 500-1000. Смотри, мы не стремимся делать камерные игрокемпы. Камерных игрокемпов очень много. Спасибо всем людям, которые делают игрокемпы, потому что это достаточно большая организационная накрузка, это сложно, это делает много энтузиастов. Подчас это они делают бесплатно. И вот хочу поблагодарить всех, кто устраивает для комьюнити такие мероприятия. Это хорошо. Мы же хотим все-таки на большую аудиторию, поэтому нам общение с большим количеством людей это лучше. Встретиться с большим количеством, потому что все наши потребители разные. И чем большим количеством, тем мы понимаем их потребности, мы можем общаться, можем разговаривать. Но все же упирается в площадки. Вот в прошлый раз площадка под игры была меньше, сейчас площадка под игры больше, там целый спортивный зал. зимой, скорее всего, этот спортивный зал не сможет функционировать, хотя там все говорят, что тут будет тепло, но не верится, поэтому думаю, что вряд ли. И нужно подобрать площадку, выбрать идеальное место, уже закрепиться там и его проводить, если это будет возможно. Либо чередовать, там летнюю площадку, например, в таких условиях, где большой зал, и мы можем, я думаю, тут человек 300 точно посадить. либо это делает только чередованием. Действительно, очень круто, когда много народу из сообщества приезжаешь, ты видишь, сколько людей разделяет твое хобби, это вдохновляет очень сильно, поэтому приезжайте, пожалуйста, на Игра Кэмпы, приходите на регулярные игротеки. Когда вернется Игрокон, прям не если, а когда верю всем сердечкам, обязательно туда приходите. И вам не обязательно ждать, чтобы поиграть на столку, да, и вы не хотите, например, делать это дома, вам не обязательно ждать следующего Игра Кэмпа. У нас прям около офиса открылся клуб, прям фирменный мы открыли, там большое количество столов, плюс мы рассчитываем, что в октябре мы откроем второй этаж, и там можно будет даже поесть, вот, он тоже будет работать по выходным именно в качестве клуба, и мы хотим сделать такое место притяжения для настольчиков в Москве, плюс мы в этом клубе поделились с нашей шикарной коллекцией английских игр, то есть вы там можете увидеть, найти, их сейчас классифицируют, каталлизируют и будут постоянно добавлять, чтобы их можно было взять и поиграть, потому что это, мы же по всему миру собираем очень много образцов игр, и эти многие игры ни в каком экземпляре никогда не доезжали до России, вы можете все посмотреть, потрогать, поиграть, да, там английские правила, не все мы будем переводить, конечно, на русский язык, но что-то по возможности и переведем, либо воспользуемся каким-то, если нам разрешат те любители, которые переводили эти игры, или кто-то переведет, вдруг им понравится какая-то игра, он решит перевести правила, мы будем благодарны, с большим спасибо, любым отображением, в правилах и так далее, приходите, играйте в английские и в наши игры, вот, я думаю, что клуб этот будет развиваться, он будет хороший. Там еще архивно, кстати, какое-то количество, которых не упускается. там будет. А, ну еще там, ну вот с архивами я подумаю. Там Сморки Империи были, третьего издания, второго. Все, тащишь домой, Нет, вот я некоторые, второго я не отдам, это мой эксклюзивный экземпляр, но какие-то архивные вещи посмотреть можно. Возможно, мы выделим, или там под стекло закатаем, там. Музей, музей. Делаем вот это вот. Настолки, которые у нас были, и мы потеряли, но они все, речки. Да, нет, центральная классная, я буквально вчера там поиграл в турнир, мне дали поиграть мало, я прям 30 минут, наверное, одну партию сыграл, дальше побежал на автобус, но очень классно, приходите, правда, к нам в Бамонскую, в гости на центральную, очень здорово, очень классный новый клуб. Какие у нас главные новинки? Я, я знаю, их все знают. Что мы привезли уже? Я видел образец. Ну, мы делаем предпоказ Неона, он выйдет в конце сентября, вот сейчас предпоказ, это уже тиражные образцы, можно потрогать, посмотреть, это, как бы игра с миньками, вот, мы показываем городского убийцу, он тоже в этом году, по моим планам, должен выйти, и мы показываем Ивана Грозного. Интересно тоже собрать мнение о Иване Грозном, потому что это на удивление игра не про завоевание, это игра с названием Ивана Грозного про экономику, по сути. Я думаю, вам будет интересно, вот, когда мы там еще очень долго работали, вы увидите, это как бы нетипичный Иван Грозный, начиная от обложки и заканчивая содержимым игры. версия Нетфликсу, он нетипичный. Не-не, он просто молодой. Молодой Иван Грозный. эксклюзивчик по Неону еще до его выхода. А мы погнали гулять дальше. Спасибо тебе. Вам спасибо, что приятно. Спасибо, что в деле. Костер. Лично костер не очень люблю, как игру, но я знаю кучу людей, которым он супер классно заходит. Мне очень нравится эстетика, она достаточно необычная. Ничего не могу сказать про костер, как человек, который играл в него два раза. Ну, не моя игра, не все игры в нее заходят. Но кому-то заходит, и это прекрасно. У всех у нас разные вкусы у Roleplayer Adventure. Ну, и ребята, здесь надолго. Это, кстати, тоже еще одна классная тема. Точно так же, как с играми, где у вас какие-то длинные партии, вот Roleplayer Adventure в принципе засейвится, сохранится, вы можете после любого сценария в любой момент. Это достаточно удобно реализовано в игре. Но здесь вы можете сесть и отыграть сразу много. Вот вы сели с утра, сейчас еще не все заполнено, потому что как раз достаточно раннее еще время, народ еще подойдет на игротеку. Но вот вы сели с утра, и вы успеваете отыграть много сценариев. Пойдемте дальше. Одним глазком посмотрим на зону наших новинок, которые здесь представлены. Тот самый Neon, который выходит, если вы смотрите этот репортаж, ну, примерно через недельку, скорее, после выхода этого репортажа, там уже печатная версия с уже миньками, которые будут в коробке, мы обязательно посмотрим ее поближе. Дальше еще одна новинка этого года, это городской убийца. Мы постараемся пообщаться с продюсером игры, он нам расскажет, про что игра и что в ней есть интересного. Иван Грозный, еще одна большая новинка, хедлайнер этого года. Если вы посмотрите это интервью чуть раньше или чуть позже, я не знаю, как мы замонтажем еще, то вы увидите, как Михаил рассказывает, что это игра с экономической подоплекой и с молодым, красивым, просто стройным Иваном Грозным. Красавец мужчина. И дальше у нас Лига детективов. Это вторая часть Лиги детективов. Первая успешно зашла, поэтому выходит вторая часть. Я на самом деле еще не успел сам ознакомиться. Кто у нас здесь? Какие три колоды? Три сеттинга. Смотрите обзор на BoardGames видео. Че я вам все буду показывать? Смотрите больше наших роликов. Нечего. Пойдемте погуляем дальше и посмотрим, во что играют люди. Эйу! Мы напали на Лешу Зуйкову, вот, в кубе, которая сидит за Fallout'ом. Всем привет! Поскольку ты за Fallout'ом, твои впечатления это первая твоя катка или нет? Это моя первая катка. На удивление сложно в плане понимания. Мы прям вот копаемся в правилах и пытаемся врубиться, что происходит. Но мне нравится, прикольно, довольно атмосферно. То есть, как любителю серии я прям кайфую. У меня складывается история. У меня мой персонаж делает какие-то страшные вещи, совершенно убивает людей. Он уже стал презренным, за ним пришли охотники вместе с Шерифом во голове. Он завалил их всех. Он просто какой-то монстр страшный. И я надеюсь, что это приведет его к победе. А вы в базу или с допами уже сказали? Нет, мы в базу играем сразу. Это вот наша первая партия. Мы втроем играем сегодня впервые. Пробуем. Теперь, друзья, смотрите, не постановка. Леша не знает, что сейчас будет. Я вам покажу, как делаются дела в этом нашем настольном мире. Так, так, так. Леша, у тебя какие планы на 20-е? На 20-е? На 20-е этого месяца. Есть? А я уже знаю. Я уже все знаю. Нет, не 21-е, 20-е. На 20-е? У меня нет планов на 20-е. Нет планов. По-моему, я не знаю. Надо уточнить. Будем летсплеить Неон с авторами. Уоу, прикольно. Да, с удовольствием. Я, я, слушай, если у меня нет репетиции в этот день, то го. Вот, 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 настолько сложные переговоры, интриги и мутки. Смотрите наш летсплей с Алексеем Зайко. Я очень жду, я очень жду. Я знаю, что 21-го будет презентация для блогеров и специалистов индустрии. У-у. Да, поеду туда и если 20-го, еще и летсплей. Да, смотрите наш летсплей с авторами. Выйдет он, конечно, не 20-го, а чуть позже, но будет классно. Очень жду, очень жду. Традиционно на этих игротехах куча игр про Ктулху. Я вижу, ребята играют в Ктулху «Смерть может умереть». Прекрасные минички. Рекомендую в целом эту игру как модульную штуку, в которой вы хорошо собираете себе сценарий. И можно достаточно любопытно поиграть в зависимости от того, что вы себе собрали. Заперти вижу. И еще одна коробочка «Десцент». Ну, тут ребята много всего набрали. Кстати, достаточно любопытно. Я заметил, насколько у нас разнородное сообщество. Вот ты заходишь на любую игротеку, обычно каждая игра, там типа 3, 4, 5, 6 экземпляров лежит на полках, они есть в доступе. Народ в разные играет. Ну, то есть там две игры, может быть, совпадают на всю игротеку. Пойдемте погуляем дальше, посмотрим. Друзья, а мы напали на Пашу Ильина, разработчика «Городского убийца», нашей грядущей новинки. Паша, скажи, про что игра? Это внезапно не детектив, как можно подумать из названия. Название «Городского убийца». Вот. Это серьезное противостояние двух ролей убийцы и детектива. Соответственно, цель убийцы это устроить беспредел в городе, совершить 5 убийств и остаться неузнанным. А детектив должен, наоборот, вычислить личность убийцы и его мотив. Мотив — это правило, по которому он совершает свои черные дела. А они как-то предопределены? То есть я их вытягиваю там? Ну, есть набор мотивов, которые используются для игры. Обычно это 6 или 8, в зависимости от режима игры. Соответственно, детектив знает, что какой-то из этих 6 мотивов будет у убийцы. У убийца его будет придерживаться всю игру. Если он его нарушит, он проиграет автоматом. Это можно потом отследить в конце партии. Вот. С личностью уже что-то похоже. Вот. Есть у нас в городе 20 человек, 20 жителей в этом городе живут. У них есть параметры уникальные. Пол, возраст, телосложение, рост. И это сочетание параметров у каждого уникальное. И вот один из этих 20 ребят — это убийца. Вот кто это будет, знает, соответственно, только сам убийца, а следователь, детектив, должен вычислить. А сколько игроков? То есть это не дуэлька? Можно играть за детектива вдвоем, можно даже втроем за него играть. У меня тестировали ее разным составом. Тут есть, поверьте, есть над чем подумать. И вот у меня сейчас ребята сидят вдвоем играют за детектива. По-моему, им прям вообще классно. И наоборот, даже здорово, что есть с кем догадки свои обсудить. В любой практически игре с логикой и дедукцией очень классно, когда вы можете повариться мыслями, друг с другом как-то обсудить. Сколько время партии примерно? Время партии около часа на самом деле. Можно сыграть и за 40 минут, можно играть и полтора часа, если брать самый сложный режим и замудренные правила. Какое-то hidden movement, скрытое движение убийцы есть? Нет, убийца может совершать убийство вообще независимо от своего положения на поле. Ну, согласись, есть много способов устроить человеку проводы в мир иной без личного присутствия. Ну, вот у нас то же самое. Но у нас по полю перемещается другой игрок, по полю перемещается детектив и у него как раз очень большая кризисность, потому что он должен успеть везде, он должен успеть заехать в здания нужные, их использовать, он должен успеть опросить жителей, которые ему будут естественно бессовестно врать, потому что отвечают за жителей убийца и если так получилось, что ты опрашиваешь самого убийцу или его друзей, они будут тебя обманывать. Ну, если, соответственно, ты такой коварный убийца, ты будешь путать следователя. Что по реиграбельности? Вот я, допустим, сыграл там 6 партий и посмотрел все мотивы. Она очень реиграбельна, потому что важны не сколько мотивы, сколько их сочетания, плюс у нас есть еще режим, где используется новая механика, механика улик, который детектив должен обналичивать, бегать по зданиям, у него дополнительная цель появляется и они дают очень сильные способности. У убийц тоже они появляются и количество вообще того, что за столом может произойти, при том, что у нас в игре вроде не сильно много карт, но партии очень сильно отличаются. На самом деле стол-то выглядит прилично, тут и то, и это, и пятое, и десятое, и здание, там я вижу и персонажи сидят, и какие-то предметы есть, ну, в количестве чего-то. Это еще не самый насыщенный компонентами режим, я еще не все из коробки достал. Соответственно, мы все постарались упаковать в базу или есть там пространство для допа, были какие-то механики, думал, стоит ли что-то вырезать в дополнение, но в итоге решил оставить все в базовой коробке. А в целом потенциал под дополнение есть там условно мотивов наличие? но достаточно сложно придумать новые мотивы, но если игра стынет, я думаю, мы придумаем. Хорошо, когда мы ждем? Примерно? Я очень-очень надеюсь, что она выйдет в этом году, но все к тому идет, у нас уже почти сверстанная игра. Супер, следите за нашими новинками, а мы идем гулять дальше по игрокам. Спасибо. Вот смотрите, вот все вот это обычно есть там в двух, в трех экземплярах. Как правило, все равно лежит у людей на столах разное. То есть я вижу там особняки безумия у кого-то, энергосеть, ребята играют в Ticket to Ride вдвоем. Очень прикольно, что все люди разные, всем нравятся разные игры. Тоже хороший повод, на самом деле, немножко расширить какой-то свой кругозор, когда вы играете во что-то новое. Здесь, ребят, первая партия в карточной уже Сархама. На меня уже напали с просьбой объяснить правила. Мне было очень обидно, что я сегодня снимаю и не могу кому-то показать новую игру. На самом деле, я от этого кайфую просто невероятно. Когда ты кому-то что-то показываешь, у него загораются глаза. Сначала что-то не получается, потом как начнется, то очень круто. Друзья, а мы напали тем временем на Костю, который не просто показывает Ивана Грозного, первый царь, но еще и участвовал в тестировании этой игры. Привет, Костя. Привет. Рассказывай нам, про что игра, про что Иван Грозный? Это евроигра, игра про выставление рабочих. Она с экономикой, то есть здесь нужно будет получать ресурсы, эти ресурсы конвертировать в победные очки и плюс ко всему еще перемещаться на поле и контролировать территории. То есть здесь присутствует еще и некоторый элемент ариа контроля, который сейчас так любим всеми игроками. Все-таки брал. Хорошо. Да, Казань брал, Астрахань брал, вот и до Москвы дело докатилось. Как-то так. Эта игра, кстати, продолжение Рюрика, вот, поэтому многое, так сказать, взятое из этой игры идейного, переработано. Если Рюрик был больше про войну и военные походы, на мой взгляд, про такое взаимодействие между игроками военные, то здесь про экономику. Это игра про то, каким образом максимально выжать из одного своего хода. Здесь, казалось бы, всего 12 ходов на партию, да, но каждый ход это вот такая вот цепочка каких-то эффектов, которые у тебя срабатывают один за другим и твоя задача в том, чтобы все это максимально компактно и комфортно уместить с выгодой для себя. Вот примерно про это игра. Продай эту игру Евро Геймеру. То есть, в целом, ты рассказываешь тебе вещи, которые для Евро относительно привычны, да, там многие можно. Какая вот фича прямо тебя зацепила, которую можно удивить? Нашего Еврушника, человека, который что-то повидал. Я не был готов к этому вопросу. Никто не был готов. Возможно, стоит обратить внимание на сеттинг, ведь он у нас взывает к нашей русской истории. На самом деле, не так много ведь игр про вот эти времена. У нас там какое-то время была смута. Это была военная игра. Это предсмутная. Потом появился Рюрик. И вот, возможно, стоит обратить внимание на сеттинг. Она сделана достаточно стильно, красочно, с красивыми фигурками, компонентами. Что касается каких-то игровых механик, вот она понравится тем игрокам, да, которые очень сильно любят думать и просчитывать. Она не такая большая, как, допустим, там Битоку или Прага, где реально ломается голова, но и не сильно простенькая. Вот игроки, которые любят подумать, но не очень много и которых пугает большое обилие разных компонентов, могут обратить внимание на Ивана Грозного. То есть здесь есть где оптимизировать там свои действия, что-то прям выжить, но при этом нету... Но не квинтэссенция всего, как сейчас вот современные евродельцы предпочитают делать игры. То есть, на мой взгляд, сейчас евро слишком переусложненные и Иван Грозный, по-моему, это такая попытка немного снизить вот этот градус сложности, комплексности и попытаться компактно это уместить. А это тиражный уже компонент, вот этот акрил, да, это же? Это акрил. Да, это тиражный уже прям. Честно, я не знаю, какие эти фишки будут в коробке. По-моему, акриловые, да, действительно. Но это еще прототип, да, то есть это то, как будет выиграть коробка. Дизайн уже финальный, но сами компоненты, как пишут на коробке, да, могут отличаться от тех, которые будут, да. Время партии, количество игроков, реиграбельность? Игроков от двух до четырех. Как я говорил, ходов всего 12, но это растягивается примерно на два часа. То есть, каждый ход это такой комплексный ход на подумать. Реиграбельность за счет того, что здесь большое количество разных проектов, которые надо выполнять, и есть несколько веток развития, а также выбор целей, которые ты получаешь в ходе игры. Ну, мы наиграли, наверное, порядка сотни партий, и вот, наверное, только сейчас я начинаю понимать, что мне Иван Грозный надоел. Но там после 50 партий я все еще хотел играть, потому что хотел попробовать еще вот это, а еще вот это, еще вот здесь. Слушай, ну это очень достойно. 50 партий минимум по два часа, это 100 часов. Далеко не каждая игра 100 часов геймплея может дать. плюс. Спасибо, тогда увидимся за игровым столом как-нибудь. Спасибо, что рассказал. Спасибо тебе и всем нашим зрителям за внимание. Друзья, случилась космическая несправедливость, мы подошли к столику берсерка в тот момент, когда он пустует. Я считаю, такого быть не должно. Если вы смотрите это, быстро строите машину времени, едете сюда и играете со мной на игрокемпе в классический берсерк и в герое, чтобы больше я этот столик пустым... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok